подожди вот представьте новость да и по человек въехал я не знаю в автобусную остановку на пикапе ford focus я въехал в остановку и чел такой встает вообще-то это был не ford focus плюс это был минивэн киа рио ультра оптима окей но это это все меняет окей хорошо не понял я сбил кого-то машина этого не перестает быть понимаете что даже если там что-то это я не знаю я вот не собираюсь углубляться даже если там вот эта вот вся история про инсайдерскую какую-то торговлю и его там вот этой криптовалюты если это все пшиком оказалось но это не отменяет того факта что он скамер да конечно ты алёша устроился если там все это оказалось в сторону хессы но это не отменяет того что он скамер почему отменяет как раз таки почему я отменяет кто с этим спорить и будет он с этим спорят что ли конечно с этим спорю а почему они ложат с этим спорить я лёша ты конечно тоже молодец да даже если я алёша будучи у лёши накинул на хиосах все равно скам почему скам не совсем понятно человек который казино с рефералками опять казино свое мы сейчас про монету говорим не про казино про казино вообще типа никаких разговоров нет речь про мо не ту шоу лёша что каша когда понимает что обосрались начинают про казино сразу говорить и притягивать казик хорошо а шо не так с казино там какой скам скам это когда у тебя деньги забирают буквально там блокирует тебе счета и так далее дают вывести казино это определенно штука я с этим соглашусь но не надо все называть скамом окей но обосрал ты по поводу монеты был неправда поверил каким-то вбросом у себя в чате чё ты сразу-то казино притягиваешь тебе говорят за монету господи а я я вообще в шоке стримит и всякие там мэл строю пытается обелять сижу только и делаю что обеляю мэл строю да смотрю там постоянно разоблачение на него обеляю мэл строя спасибо спасибо за тысячу рублей ща ну не знаю звучит смешно просто на очень смешно смешно звучит то что я слышал то лёша который сначала говорит что монета там какая-то не такая что там что-то сделал причем я пересмотрел запись стрима его вчерашнего он это сказал про монету ему начинает писать в чат типа алё у лёша ты веришь вбросом он это игнорирует он смотрит в чат видит сообщения вообще их не зачитывает люди начинают повторять сообщение такой ага на получай и дает банк кому-то за это или за эти сообщения я такой думаю что то есть ты спокойно зачитываешь вбросы но когда тебе говорят тут ты не прав тебе на ты игнорируешь это те начинать сообщение повторять ты берешь и банишь а на следующем стриме говоришь ну даже если там ничего такого не было с монетой но казино дай на казино мы сейчас про монету говорим про казино и вообще никак не оправдывался и в принципе с тобой согласен казино это плохо никто не спорит он сказал что тебя на и все кто купил его коин уже удвоили прибыль ну вы часто может и удвоили да посмотрим посмотрим спустя пару месяцев или пару лет как у них там дела будут идти кто конечно чтобы спустя 20 лет давай еще спустя 200 лет давай посмотрим ну ах что может быть оказывается мемкоин возможно если про него все забудут то он упадет в цене да ладно серьезно у лёша будут держать свои деньги в этой штуке я не знаю кто в ней будет держать не буду держать типа а кто за это должен отвечать мы что-ли люди сами решают хотят они покупать монету или нет кэш скам это когда мы вот я и моя команда возьмем и все деньги с этой монеты выведем и заберем себя вот это скам от что там люди делают выводят они деньги бьют по стакану или нет я знает мы не можем отвечать за них там и суть таких валют в том что типа да в какой-то момент кто-то может на них заработать больше не еще подожди только ради того чтобы потом еще сильнее всех остальных кинуть через понимаете не не понимаем нет речь идет про пресейлеров те кто в пресейл заходил и в первые три дня они могли x2 и там полтора x вывести все свои деньги спокойно а то что мемкоины умирают рано или поздно я об этом тысячу раз говорил еще до того как вообще этот мемкоин сделал но умирать он может как быстро так и очень долго зависит от самой монеты от того как люди верят в эту монету и так далее потому что тот же доги коин это тоже мемкоин если что но он сколько лет уже существует до он не юзал ревки казино и мол строя не особо обилия ну на самом деле это правда типа у меня не было рефералки по казино с которой бы я деньги получал этого не было просто алёша как обиженный какой-то чел берет и додумывает уже вот он как бы судит исходя из того что у мол строя есть эту мол строя есть ревки значит у хесса есть то не было у меня я не такого уровня еще пока стример по казино чтобы мне ревки давали я смотрю у нас здесь засланный казачок в чате да да нет просто человек который говорит как есть а ты алёша почему-то людей которые пытаются тебе донести как есть на самом деле игнорируешь или банишь ну или называешь их засланными зачем-то то есть ну а где объективность должна быть объективность как мне кажется или же нет или же по интересно интересно да очень интересно засланные казачки вы на месте ты смотришь и отвечаешь на всех давайте я сразу отвечу всем кто мне предъявляет за то что я зачем-то реагирую на подобные вбросы смотрите как это работает давайте даже в пример приведем такой случай предположим вы не знаю где его там учитесь в школе или в институте да вы приходите и тут ваш со-группник или одноклассник одногруппник начинает всем рассказывать что вы душите котят и хомяков что вы живодер а это не так что вы будете в данной ситуации делать молчать и игнорировать терпеть просто сидеть и типа делать вид что подобные слухи не разносятся вокруг вас да конечно же нет вы будете доказывать людям что это не так что вы такой занимаетесь что это за бред человек всех обманывает потому что если вы будете сидеть и молчать то на вас реально будут думать так если вы не будете приводить в ответ какие-то аргументы и факты доказывать обратное на вас реально начнут думать так чтобы именно такой что вы реально душите котят и вам пиздец то есть одно дело если там ну ладно ноунеймы какие-то чё-то в мою сторону говорят я уже перестал на это реагировать но когда речь идет про стримеров которых большая аудитория ну невозможно просто не обращать на это внимание я реально удивляюсь того когда люди мне говорят а зачем ты это делаешь ты чё дурак ну подумай зачем я это делаю почему я это делаю потому что надо это делать иначе ну реально сожрут если бы я не реагировал на то что от известный стример я не знаю что сейчас было возможно вы бы меня уже не смотрели потому что выборы и верили вовсю и все и не видели бы не слышали других аргументов им что ты говоришь кому им то имя это кто ты про кого щас ты на за дебилов держишь именно вас нет вы уже здесь но большая часть аудитории вы будете отрицать она реально отвалилась как раз таки вот по это воздействием этих вбросов в мою сторону ну типа реально мы сколько разоблачений смотрели на меня а всякие там все 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 за что мне можно предъявлять за казино все остальное это полная дичь а люди верят посмотрите комментарии на ютюбе под этими видосами под разоблачениями и вообще они реально верят каждому слову почему я не могу на это ответить почему я не могу рассказать людям как есть на самом деле в чем проблема я не должен защищать себя я должен терпеть почему я не должен себя защищать я защищаю свою чай свое достоинство если вы привыкли по жизни терпеть и рот свой закрывать когда вам срут буквально в этот рот то это ваши проблемы ребят ну живите так я не хочу давайте так давайте будете вы не мне предъявлять почему я всем отвечаю давайте будете предъявлять всем этим которые на меня пиздец почему им так не по вот вы мне говорить почему тебе не по а почему им не по ну почему им не по что они лезут и и ладно бы если по факту еще говорили так большая часть из них придумывают что-то зачем почему им не по ребят ну нравится вам этот ваш хесус ну смотрите его хорошо не надо мне только мозги ты текке мозги и ты сам сидишь меня обсуждаешь не обсуждай меня все не себе мозг и своя аудитория а если уж и начинаешь что-то говорить то проверяй информацию перед тем как вбрасывать не сидеть потом оправдываться под чаёчком стаканчики ой ну если с монеты все нормально ну а казино ты про монету начал так про монету и говори и не надо додумывать а шо с монеты будет через два года никто не знает что с нибудь через два года через 10 лет через полгода даже через два месяца на вбрасывать ты тоже проверяй а я чего не проверил не надо мне пытаться вот так же мозги промывать как вам промыли что типа да вот про были возле нормальный он да хороший он парень глубине то души да ну не скамер он хорошо я скамер только лёша так и не предъявил никаких доказательств этого скамерства то есть знаешь когда кто-то кого-то скамер ты можешь просто взять доказать это нет есть слова слова и слова расскажи чем маркетмейкер занимается с монетой зачем спасибо за 120 рублей специфику крипты послушать на твоем личном опыте в вашем менкаю не ну загугли чем занимается обычно маркетмейкер в монетах создает объемы для монеты чтобы она держалась в топе старается контролировать курс ходит и не всегда получается что слишком дорого стоит вот но в основном он просто объемы создает для монеты чтобы она в топах висела идите и смотрите вы наслаждайтесь прекрасным контентом и все такое и тому подобное мне не надо вот эту вот промывку мозгов устраивать промывку мозгов он говорит я вообще не понимаю типа о чем кто кому мозги промывайте приходят говорят как есть как ты пытаешься мозги людям промывать планирую заходить в эту день с монетой ты предполагал что на тебя такой поток понесли полица мне кажется игра не стоила свеч конечно предполагал ну я я предполагаю что люди долл но чтоб настолько нет не предполагал вообще спасибо баде большие за 120 рублей а вот алёш ведешь трансляцию все вот и виде трансляцию своих вещах промывай там аудиторию о своих вещах шо пристал непонятно за зависть и они бы хотели чтобы у тебя все было плохо чтобы ты вернулся обратно и стал как они а ты другой да не неси алёша в этом плане если говорить про политику нормальный чел этого не надо тут притягивать мб обида личные какие-то не только из-за казино не ну у алёши есть скажем так как бы так объяснить то ну короче он очень плохо относится ко всей подобной рекламе типа там букмекерки казик и он молодец он правильно делает но он начинает притягивать к носу да ко всему остальному просто из-за предвзятости вот из-за того что я казино постримил все он теперь думает что везде теперь какой-то скам хотя даже если взять тоже казино да ну а там какой скам что значит скам в его понимании не совсем понятно что такое скам ну реально моем понимании скам это когда буквально тебя на бабки то есть тебе не возвращают например да в его же понимание скам это что деньги проигрываешь скам я не считаю что это скам ты самовольно добровольно пошел там не знаю закинул в казино про эти деньги все ты это сам сделал я же никто не заставлял какой скам так же как с монетой никто не может предсказать какой у него курс будет там в будущем завтра послезавтра он может упасть может подняться если он падает это не знаю что это скам так рынок работает то есть когда поднимается не скам когда падает скам чё за бред так рубль тогда твой скам по итогу получается шо блять ну как то у себя на стриме рассказывал что какие-то акции закупил какой-то компании не помню какие-то разработчики какой-то игры у них акции есть он купил эти акции короче и все он вниз вылетела после этого потому что чё там с разработчиками случилось не знаю вот и что это скам получается нет ты просто не предугадал ты же не можешь видеть будущее что будет с курсом и так далее купил акции все пошло компания пошла в жопу все гг ну и что ты скамом буш это называть нет конечно неудачно вложился рыночный механизм смута инвестировал сейчас акции этой компании снова вверх пошли все не скам короче какая-то так идем дальше